Ну что, господа, на улице холодно и мне нужна куртка. Я должен принять решение, ходить ли мне в кожаной куртке. Или мне нужно выбрать джинсовую куртку. В сегодняшнем видео мы проведем бой из семи раундов, чтобы определить, какая куртка лучше. Кожаная или джинсовая. Первый раунд. Бой. Джинсовая куртка универсальная. Универсальность – это второе имя джинсовой куртки. Итак, она подойдет ко всему в вашем гардеробе. Будь то светлые чиносы, темные чиносы, красные чиносы. Они будут смотреться отлично. А если это широкие классические брюки? Угадайте, вы можете надеть их в офис, тем самым добавив свежести в повседневный стиль. И это сработает. У вас есть джинсы. Джинсы любого цвета будут сочетаться с джинсовой курткой. Джинса работает с джинсой. Спокойно можете сочетать, понимаете? А теперь поговорим о наслаивании. Вы видели последнее время, в чем ходят люди по улице? Сейчас вы можете надеть ее с костюмом. Просто надев ее под пиджак. Нужный размер, и она сидит отлично. Далее на нее вы можете накинуть еще одну куртку. Вы можете надеть почти все под джинсовую куртку. Даже, например, термобелье. Деним позволяет фантазировать. Универсальность. Что более универсально, чем кожа? Кожа с нами уже очень давно. Она легко сочетается с повседневной одеждой, с формальной одеждой. Да ее возможно надеть даже со смокингом. Ладно, похоже, это перебор. Но можно надеть приятного цвета рубашку с подходящей ей парой брюк и накинуть сверху кожаную куртку. У вас получится крутой повседневный комплект. Что касается наслаивания, должен признать, будет немного тесно. Вы не сможете надеть поверх нее пиджак. Вы можете надеть под нее пару рубашек, футболок, если они подойдут по размеру. Как я и говорил, она легко подойдет ко всему в вашем гардеробе. Но кто не хотел бы накинуть на себя кожаную куртку на круто сидящий наряд? Второй раунд. Бой. Прочность. О чем тут говорить? Вот она пришла из рабочей одежды. Сначала из этого материала делали палатки. Затем решили, что при переработке палаток можно сделать из нее брюки. А можно сделать нагрудник. В том числе и куртку. Этот материал устойчив к потертостям. Она действительно прочная и делается из хлопка. Единственное, о чем нужно беспокоиться, это плесень. Таким образом, не мочите ее и не оставляйте мокрой в теплом месте на несколько недель. Сразу сушите. Если вы с этим справитесь, она прослужит вам чертовски здорово. Прочность. Даже не вопрос. Я даже не представляю, как джинсовая куртка говорит. Я сделана из ткани для палаток. Я очень прочная. Окей, кожаная куртка использовалась как броня. Она отражала удары мечей. И когда вы рассмотрите кожу как материал, вы увидите все переплетения волокон, все изгибы, которые обеспечивают ей прочность. И это выглядит как... Что носят байкеры? Когда вы едете на мотоцикле и хотите защитить себя от дорожной гальки, что вы надели? Джинсовую куртку или кожаную куртку? Тут уже без вопросов. Каждый выберет кожаную куртку. Почему? Потому что она справляется с задачей. Она прочная, потому что она крутая. Если вы еще не выбрали, на какой вы стороне, кожаной куртки или джинсовой, эти два лагеря не придут к одной точке зрения. Но то, в чем они точно согласятся, так то, что Original Grain – шикарная компания. Друзья, это главные спонсоры сегодняшнего видео. И с этой компанией я работаю уже два года. Они делают отличные часы. Особенно удается сочетать дерево и металл. Я хочу, чтобы вы просмотрели все разнообразие коллекции. Я оставлю ссылку в описании. Загляните к ним. Вы посмотрите на эту великолепную коллекцию. Посмотрите на Хрона коллекцию. Зацените Беррел Коллекшн. Друзья, вы знаете, как я люблю классику. Минималистическая коллекция, Брюмастер Коллекшн и коллекция высшей бейсбольной лиги. Они создали эти новаторские часы. Эти прекрасные часы вы можете приобрести по доступной цене. Что я больше всего люблю в Original Grain, так это то, что никого из вас они не оставят равнодушными. Я вижу оставленные отзывы на их сайте. Я получаю письма, где мои зрители рассказывают, как им нравится носить эти часы. Какие вам говорят комплименты на их счет. И как вы себя в них чувствуете. Если вы хотите себе такие же, я оставлю ссылку в описании. И, друзья, вернемся к битве. Бой. Третий раунд. Цена. Это будет просто. Джинсовая куртка сделана из хлопка. Одна из самых легкодоступных тканей на этой планете. Абсолютно воспламеняема. Очень легко приобрести. Эти факторы держат цену на низком уровне, что дешевле только украсть. А также широкий ряд компаний, которые занимаются их производством. Да, вы можете пойти за брендом премиум уровня, который может стоить несколько тысяч долларов. Но также вы можете придерживаться классических брендов, которые предоставят вам отличную джинсовую куртку. Частенько на них бывают скидки, так что легко найти дешевле 100 баксов. Цена. Кого заботит цена? Да, цена может кусаться, но покупайте самое лучшее, что можете себе позволить. И вы получите куртку, которая будет приносить вам комплименты всю оставшуюся жизнь. Вы захотите, чтобы вас в ней похоронили. Покупайте самое лучшее, что вы можете себе позволить. Убедитесь, что она отлично сидит на вас. И не бойтесь переплатить за хорошую кожаную куртку. Четвертый раунд. Бой. Сексапильность. Фактор крутости будет за джинсовой курткой. Просто посмотрите на эту куртку. Великолепно. Вы посмотрите, она очень повседневна, но в то же время сочетает и классический дизайн. Женщины носят джинсы, потому что они их любят. Мужчины носят джинсы, потому что они их любят. Это одна из самых популярных тканей на планете. Когда дело касается крутости и сексапильности, деним тут как тот. Фактор крутости, сексапил, здесь по определению. Это все про кожаную куртку. Посмотрите на эту куртку. Широкие плечи. Она делает талии уже. Создает более мужественный вид. Когда я захожу в бар, девушки просто сами подходят ко мне. Потому что я надел эту куртку и выгляжу шикарно. Я не знаю, какие доказательства вам еще нужны? Перенесемся в 2001 год к исследованию Ливерпульского университета. Они рассматривали разные ткани, и они присвоили первый номер по силе и мужественности. Первый номер? Кожа. Почему? Потому что она с нами с начала времен. Для нас сложился стандарт, что кожа это самая мощная и мужественная ткань вообще из всех. Пятый раунд. Бой. Уход за вещью. Окей. За хорошими вещами нужно следить. То же самое и с вашей кожаной курткой. Если вы будете в пустыне, поедете в такое дождливое место, как Сиэтл, вам нужно ухаживать за курткой и поддерживать ее в должном состоянии. Вам нужно будет приобрести хороший крем, может даже и кондиционер, и раз в сезон наносить его. Но если будет в экстремально засушливом месте, можно и пару раз за сезон. Если вы находитесь в экстремально сыром месте, убедитесь, что после дождя она не лежала ни на чем горячим. Дайте ей самой высохнуть, и затем нанесите на нее специальный бальзам или лосьон, и тогда она прослужит вам отличную службу. Просто поддерживайте правильный уровень влажности кожи. Итак, что касается этой куртки, она сделана из хлопка. Как и джинсы, вы можете просто закинуть ее в стиральную машину. Но что нужно сказать, не стирайте ее слишком часто. Ведь, как и множество других курток, которые вы носили, вы не таскаете ее по земле, не вляпываетесь куда попало и не прислоняетесь всюду. Так что она может спокойно прожить несколько сезонов без стирки. Шестой раунд. Бой. Защита от погоды. Тут даже не в чем соревноваться. Кожа тут победит. Она плотная. Она эластичная. Она прекрасно справляется с работой. Она влагоустойчивая. Она также ветрозащитная. Можно что-то надеть под нее, получится изоляционный слой, который сохранит тепло в течение зимы. Кожа победила. О, извиняюсь, кожаная куртка. Ты считала, что у меня нет туза в рукаве? Нет, ты здорово ошиблась. Я представляю вашему вниманию джинсовую куртку на меху. Как видите, разница в том, что в меховой джинсовой куртке есть классный мягкий подклад, который согревает, сохраняет тепло и позволяет использовать ее как одежду для работы. Если вы в местности, где светит солнце, но нужно изолировать и сохранить тепло, вам отлично подойдет такая меховая куртка. Единственное слабое место меховой джинсовой куртки – это влагоустойчивость. Финальный раунд. Бой. Работа портного и подгонка под вашу фигуру. И это решающий раунд, ничьей здесь быть не может. Я прям чувствую победу. Ведь джинсовую куртку так просто подогнать. Просто сходите к портному, и он сделает все, чтобы она сидела на вас круто. Даже та, которую вы купили с витрины. Если у нее есть немного лишней ткани, ее легко можно будет убрать. И реально круто в джинсовой куртке, что можно справиться практически со всем. Если вам нужно сделать поуже рукав, почти любая швея или портной сможет с этим справиться. Просто подшив здесь. Также туловище. Вообще не проблема. Если вам нужно сделать ее покороче, да, тут можно постараться. Но в итоге все получится. Ведь когда дело доходит до портных дел, тут как с парой джинсов. Вам нужно обратить внимание на пропорции, расположение карманов, пуговиц, и вы сможете подогнать любую джинсовую куртку. Пошив и подгонка? Что? Я расстроен. В том смысле, что сегодня вечером вы можете купить сразу куртку, которая будет сидеть на вас идеально. Тут нужно быть внимательным. Ведь сразу не до компромиссов. Ведь все хорошее, как кожа, требует работы. И вам нужен будет знакомый ремесленник, портной, швея высокого уровня, которые знают, как работать с кожей, чтобы знать, как все исправить. Победитель по итогам раундов является джинсовая куртка. Я должен признать, я немного удивлен. Изначально я думал, что победит кожаная куртка, но когда я просмотрел все пункты, я должен был отдать это место джинсовой куртке. По моим личным предпочтениям, я больше склоняюсь к кожаной куртке, но я хочу узнать ваше мнение в комментариях. Что вы предпочитаете, кожаную куртку или джинсовую? И какие часы вы бы выбрали в пару к своей куртке? Друзья, оцените главных спонсоров сегодняшнего видео. Я оставлю ссылку в описании. И опишите подробно, какие часы вы бы выбрали к каждой из курток. И у меня есть несколько лишних часов в моем офисе, которые я с удовольствием вышлю вам. Просто опишите, какие часы с какой курткой вы бы надели. Что это за стиль? И почему это будет круто смотреться? Я благодарен, что мы создали здесь на Realman Real Style. Увидимся в следующем видео.